Здорово и здравия! Если вы любите бокс, это видео для вас. Хильберта Рамирес против Сальвана Барреры. Ну, казалось бы, бой элементарный, бой предсказуемый, бой понятный. На самом деле, так оно и есть. Интересен только один момент. Мы давно не видели Хильберта Рамиреса и давно не видели Сальвана Барреру. Ну, относительно давно. Не становится ли хуже Хильберта Рамирес? Ему сейчас 30 лет. Это вот тот возраст, который при почти 50 боях, он уже такой, знаете, ну вот, можно на спад пойти начать. Тем более, мы знаем много случаев, когда бойцы доходят вот до какого-то пика, до какого-то величия, до каких-то там волшебных, ну, знаете, стадий в карьере, когда уже все, там, чемпион, дальше уже не важно, дальше я уже там крутой, великий, можно всем вызовы бросать. А сами начинают хуже боксировать, сами начинают более простой бокс показывать, менее функциональный, меньше выбрасывать ударов, слабее бить, меньше работать на ногах, хуже, там, ну, все свои лучшие качества начинают гасить. Вот, Салливан Баррера, это тот боец, который, если Хильберта Рамирес это сделает, если он пойдет на какой-то спад, Салливан Баррера это очень хорошо покажет. Если пробежаться по карьере Хильберта Рамиреса, были хорошие бойцы, вот, Ангола он нанес первое поражение, хороший боец этому, Максиму Власову он побил его, нанес два поражения Джесси Харту, второе было спорным, там, скорее, можно и ничью было дать, но первое поражение, оно было бы уже уверенное. То есть, Максим, ой, не Максим, это это, Хильберта Рамирес, это боец, который дрался с неплохими бойцами, но он дрался с ними в каком весе, в 77 килограмм, там он был, ну, просто, ну, нереально крупный. Здесь полутяжелый вес, то есть, он меньше гоняет, ему проще, хотя его антропометрия, это крузер-вейт, метр девяносто один рост, метр девяносто, там, размах рук или сколько, ну, в общем, он крупнее, чем Дэвид Бенавидес, и в мышечном, и в плечевом, и в костяке, во всем. А Дэвид Бенавидес, мы с вами знаем, это вообще гигантский боксер, который в 77 убивает просто людей, его избегает и Альварес, и все, кто хотят, лишь бы только с ним не драться. Вот Хильберта Рамирес был, по сути, таким же в этом весе, и все, кто его не избегал, все об этом пожалели, потому что никто его так и не уйдал. Касательно Салливана Баррера, ну, видите, 39 лет человеку, первая проблема. Вторая проблема, не сказать, что сильно бьющий, он чуть-чуть меньше, чем Хильберта Рамирес. Я не думаю, что это большой роли сыграет, но в мышечном плане, вот, в костяке, не в плане, там, рост, размах рук, а именно в общей физической мощи, при всем, при том, что ему уже почти 40 лет, Баррере, он будет, ну, реально слабее, он будет менее функциональный, менее бьющий. Ну, боксировал Салливан Баррера с не менее хорошими бойцами, вот, у него есть бой с Андре Уордом, у него есть бой с тем же Джесси Хартом, у него есть бой с Джо Смитом. То есть, он с хорошими бойцами дрался, Джо Смит он даже выиграл. Но, видите, о чем разговор, Джесси Харта Рамирес побил два раза, сидя не в своем весе, сейчас он в своем весе, ну, в своем, его веску взорвает. Сейчас он в полутяжелом весе, здесь ему легче, он окреп, последние два боя провел, выиграл досрочно, в этом уже весе. Последний бой он выиграл в 10-м, кажется, раунде американца, тоже уже не молодого, но не пробитого, но он смог его удосрочить. Хотя там он отработал, Хильберт Рамирес, мне не очень понравилось, он много стоял, много позволял себя бить, позволял где-то себя поставить на канаты. Но это была такая тактика, знаете, 4 раунда дал более старому сопернику вымахаться, а потом пошел в прессинг, потом пошел разбивать, потом пошел в мексиканскую рубку, потом пошел просто нагло пользоваться тем, что он мощнее, больше, что у него крепче голова, что он функциональнее. Просто начал забивать, загонять, забивать, загонять. Никакой особой техники Хильберт Рамирес не показывал. Неплохо работал вторым номером с блоком. Посмотрел его тренировки, он начинает набивать блок. То есть этот боец, мне кажется, уже потихоньку понимает, что в полутяжелом весе ребята бьют посильней, голову он уже так легко свою не защитит, и надо начинать работать от блока, нужно меньше пропускать по голове. Я думаю, если именно это его план, то он Сальвана Барреру, конечно, удосрочит, потому что когда соперник много бьет в блок, никакого эффекта по противнику нету. Он не устает, у него не набивает сатанаж, он вообще ничего не чувствует. Вы тратите силы, а он ничего. И когда Рамирес поймет, что я не потратил ничего, а соперник подустал, просто прибавить темпа, начать сильнее бить, чуть-чуть где-то здоровье оставить, и обязательно будет удосрочен. 12-раундовом бою с Сальван Баррера. И я думаю, это и есть план Рамиреса. Поэтому я верю, конечно, в победу Рамиреса, в уверенную, безоговорочную, с нокаутами, с нокдаунами, не знаю как. Но никаких спорных боев я здесь не жду. Но, но если Рамирес все-таки вот эти все тренировки его, последний его бой, если все это обманчиво, если он выйдет, знаете, ай, ну соперник проходной, легко его побью, тогда Баррера устроит ему конкурентный бой. Тогда Баррера на дистанции много будет попадать, много будет двигаться, много будет клинчевать. Знаете, как может получиться? Вот как в бою Кастания против Лары. Лара был еще, ну, конечно, Баррера хуже Лары, намного. Хотя манера такая же. И Лара был в более хорошей форме, чем сейчас Баррера. И более молодой. Он был в Кастане, 35 ему было, а не 39. Но Кастане, конечно, на спад в том бою не пошел. Он показал максимум, но и Лара показал максимум, получился конкурентный бой. Здесь видите как, если Рамирес покажет максимум, конкурентного боя не будет. Но если он покажет не максимум, Баррера конкурентный бой создаст. И даже может проиграть по очкам. То, что он проиграет, это, конечно, 100%. Они вытащат этого Рамиреса любой ценой, потому что ему уже готовят бой с Биволом. Они хотят использовать нашего Димку, как, знаете, такой предмет, который носит пояс. Который можно отдать Рамиресу. А Рамирес с поясом, это уже звезда. Из него можно раскроить. Ну, сами подумайте, 50 побед там. Мексиканец, ни одного поражения. Чемпион мира в двух весах. Это ого, это и с Альваресом, и с кем хотите. Можно делать бои в день. Вот и все. Поэтому, ну, конечно, победа Хильберта Рамиреса. Будем надеяться, что Хильберт Рамирес, ну, не позволит Баррере, вот как в предыдущем своем бою, четыре раунда себя так бить, подталкивать, зажимать канатом, мало работать. Пойдет реально в давление. Будет работать, как раньше, на средней дистанции. Будет плотнее держать блок, как он его и набивает. Ну, то есть, станет реальной угрозой полутяжелого веса. Потому что никого нет в полутяжелом весе. Некого смотреть. Бетербиев сейчас уйдет. Кто там останется? Сами подумайте, никто.